Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами начинаем цикл виртуальных передач о наших дорогих деточках, которые совершенно разные и отличаются друг от друга. Самое главное – всегда помнить о том, что ваш ребенок уникален. Он единственный в своем роде. Поэтому не следует требовать от ребенка реализации заданной вами жизненной программы и достижения поставленных вами целей. Представьте ему право прожить жизнь самому. Позвольте ребенку быть самим собой, со своими недостатками, слабостями, достоинствами. И самое главное – принимайте его таким, какой он есть. Опирайтесь на его сильные стороны, не стесняйтесь демонстрировать ему свою любовь и дать ему понять, что будете любить его всегда и при любых обстоятельствах. Постарайтесь, чтобы ваша любовь не обернулась вседозволенностью и безнадзорностью. Установите четкие рамки и запреты. Желательно, конечно, чтобы их было немного. И строго их придерживайтесь. Не спешите прибегать к наказаниям. Постарайтесь воздействовать на ребенка просьбами. В случае неповиновения родителям нужно убедиться, что просьба соответствует возрасту и возможностям ребенка. Если ребенок демонстрирует открыто свое неповиновение, родитель может подумать и о наказании. Но оно должно соответствовать проступку. И ребенок должен четко понимать, за что он наказан. Не забывайте, что ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в игре можно передать все навыки и знания, и понятия жизненных ценностей, а также лучше понять друг друга. Чаще разговаривайте с ребенком. Помогите ребенку вербально выражать свои чувства и переживания. Психическое здоровье на ваших детей в ваших руках, поэтому чаще полагайтесь на свою любовь и интуицию. Диалогу с обществом ребенок учится у нас, взрослым, и никогда не надо об этом забывать. Первый шаг в мире взрослых и сверстников, он начинает с того, что оглядывается на нас и судит этот мир по законам, которые мы ему преподали. И очень важно осознать, что стиль отношения взрослых к ребенку влияет не только на детское поведение, но и на психическое здоровье детей. Так, неуверенность ребенка в положительном отношении к себе взрослого или наоборот уверенность в негативной оценке его как личности провоцирует подавленную агрессию. Нам, взрослым, необходимо помнить, что под влиянием опыта общения с нами у ребенка не только формируются оценки себя и других, но и зарождается очень важная особенность сочувствовать другим людям, переживать чужие горести и радости как собственные. В общении со взрослыми сверстниками он впервые осознает, что нужно учитывать не только свою, но и чужую точку зрения. Педагогическая авторитарность в неформальном общении с детьми порождает у них дефицит самостоятельности и неумение выразить и отстоять свое мнение. Общаясь с ребенком, очень важно отрешиться от позиции, что наше слово – истина, ибо процесс общения требует понимания другого и для того, чтобы ребенок сравнил себя с другим человеком. Интересно ведь наблюдать за детьми в школе. Я думаю, и вам это тоже интересно, как и мне. И вот она, обычная картина. Приветственные крики, смех, суета. Кто-то старательно рисует на доске, кто-то не менее старательно стирает с доски, а кто-то достает учебник, кто-то уронил ручку, кружится вокруг парт. Класс, как единый организм в одном ритме, успешно борется с тишиной и спокойствием. Но это все на первый взгляд. Вот если мы приглядимся, входит еще один ученик. Он напряженно вглядывается во все окружающее, смущенно, тихо здоровается и неловко втискивается за парт. Со стороны можно подумать, что он ожидает каких-то неприятностей, подвоха. Это тревожный ребенок. Его отличает от всех чрезмерное беспокойство. Такие дети ощущают себя беспомощными, незащищенными. Все новое, игры, ситуации, действия вызывают опасения, страхи и неуверенность. Они боятся даже не самого события, а предчувствия. И постоянно ищут поощрение и одобрение взрослого. Тревожные дети бывают разные. Их несколько типов. Например, первое – это невротики. Это дети, у которых еще есть и соматические проявления. Например, тики, заикание, инурез. Таким детям необходимо давать выговориться, просить родителей не заострять внимание на соматических проявлениях. Необходимо создать для ребенка ситуацию комфорта, принятия и свести к минимуму травмирующий фактор. Им очень полезно рисовать страхи, разыгрывать их. Им поможет всякое проявление активности. Например, лупить подушку, обниматься с мягкими игрушками и, конечно же, обниматься вместе с вами. Есть еще и расторможенные дети. Это очень активные, эмоциональные дети с глубоко спрятанными страхами. Поначалу они стараются хорошо учиться, но если нет и не получается, они становятся злостными нарушителями дисциплины. Дети могут специально выставлять себя на посмешище перед классом. На критику реагируют равнодушно, своей повышенной активностью, и они пытаются заглушить страх. Возможны легкие органические нарушения, которые мешают успешной учебе. Это, например, проблемы с памятью, вниманием, мелкой моторикой. Таким детям необходимо доброжелательное отношение окружающих, поддержка со стороны родителя, учителя и одноклассников. Ему надо создавать ощущение успеха, помочь поверить собственной силе, и надо давать обязательно выход их активности. А такие дети, как застенчивые, обычно тихие, обаятельные, не боятся отвечать у доски, не поднимают руку, очень старательны в учебе, но имеют проблемы в установлении контакта со сверстниками, боятся о чем-то спросить учителя, очень пугаются, если он повышает голос, даже на другого ребенка. Часто плачут из-за мелочей, переживают, если что-то не сделали. Охотно общаются с людьми, но чаще всего один на один. Таким детям поможет группа сверстников, подобранная по интересам. Взрослые должны оказывать поддержку и в случае затруднения спокойно предлагать выходы из ситуации, больше хвалить, признавать за ребенком права ошибок. Ну а замкнутые дети – это мрачные и неприветливые, никак не реагируют на критику, в контакт со взрослыми стараются не вступать, избегают шумных игр, сидят сами по себе, могут быть проблемы в учебе из-за отсутствия интереса или включенности в процесс, ведут себя так, как будто ждут от всех подвоха. Важно найти для таких детей область, которая им интересна. Например, какие-нибудь динозавры, космос, какие-то научные открытия и через обсуждения, беседы на эти темы налаживать общение. У всех этих детей есть характерные черты. Например, после нескольких недель полезней ребенок не хочет идти в школу. По несколько раз перечитывает одни и те же книги, смотрит одни и те же фильмы, мультфильмы, отказываясь от всего нового. Такие дети стремятся поддерживать идеальный порядок. Например, они с маниакальным упорством раскладывают ручки в пенале в определенной последовательности или в определенной складывают тетрадки. Если ребенок легко возбудимый эмоциональный, он может заразиться тревожностью от близких. Например, ребенок сильно нервничает во время контрольных, самостоятельных работ, но в уроках постоянно переспрашивает, требует подробного объяснения. Еще такая характерная частая, как утомляемость. Такие дети очень быстро устают, им очень тяжело переключаться на другую деятельность. Если ребенку не удается сразу выполнить задание, он отказывается от его довольнейшего выполнения. И часто склонен винить себя во всех своих неприятностях, которые случаются как с ним, так и с его близкими. Как же нам помочь ребенку преодолеть такие тревожности? И вы, дорогие родители, можете тоже это все делать. Конечно же, надо вместе искать выход. Необходимо понять и принять тревогу ребенка, ведь он имеет на нее полное право. Интересуйтесь всегда его жизнью, мыслями, чувствами, страхами. Научите его говорить об этом. Вместе обсуждайте ситуации школьной жизни, вместе ищите выход. Учите делать полезный вывод из пережитых неприятных ситуаций, ведь это приобретение опыта. Есть возможность избежать еще больших неприятностей. Ребенок должен быть уверен, что он всегда может обратиться к вам за помощью и советом. В сложных ситуациях не стремитесь все сделать за ребенка. Предложите подумать и справиться с проблемой вместе. Ведь иногда достаточно просто только вашего присутствия. Если ребенок не говорит открыто о трудностях, но у него наблюдаются симптомы тревожности, поиграйте вместе, обыгрывая через игру прежде с солдатиками, куклами, возможные трудные ситуации. А может быть, ребенок и сам предложит какой-нибудь сюжет о развитии событий. Заранее готовьте тревожного ребенка к жизненным переменам и важным событиям. То есть всегда проговаривайте то, что будет происходить. Делиться своей тревогой с ребенком лучше в прошедшем времени. Например, сначала я боялась того-то, но про это потом что-то произошло, и мне удалось. И продолжайте. У оптимистичных родителей всегда оптимистические дети. А оптимизм – это защита от тревожности. Помните, уважаемые родители, об этом всегда. Есть еще такой тип детей, как тревожные, агрессивные дети, простите. На это есть разные причины. Есть внешние причины агрессивности, есть внутренние причины агрессивности и примерные критерии этого. Давайте мы сейчас с вами это все обсудим. Внешние причины агрессивности – это, конечно же, семья, в которой растет ребенок. К сожалению, многие родители склонны к двойным стандартам. На словах они отрицательно относятся к проявлениям агрессии у детей, желают воспитать ребенка добрым, но в то же время поощряют стремление ребенка решить возникшие проблемы с помощью сил. Если в семье физические наказания являются нормальными, дети воспринимают это как норму поведения. Дети при выборе модели ориентируются не на то, что говорят их родители, а на то, что они думают, чувствуют и как себя ведут. В общении со сверстниками для них часто является сила очень значимой, особенно среди мальчиков. Если ребенок попадает, если так можно выразиться, в бойцовский класс или группу, то он подстраивается под общее настроение, перенимает поведение лидера либо имеет большие проблемы в общении со сверстником. В таком случае необходимо поменять детский коллектив, если есть такая возможность. Тогда и поведение ребенка изменится. Очень часто ребенок может копировать персонажей фильмов, придуманных героев. Они смотрят различные фильмы, передачи, которые предназначены для взрослых. Это боевики, выпуски новостей, основные темы конторы – шантаж, насилие, убийство и так далее. Те же темы есть и в компьютерных игр. А психика наших детей не защищена от губительного воздействия агрессии внешнего мира. Ему ведь необходимо подрасти, окрепнуть, и только к подростковому возрасту он уже сможет адекватно оценивать происходящее вокруг и защищаться от давления окружающей действительности. Но есть еще и внутренние причины агрессивности. Агрессивность – это проявление внутреннего дискомфорта и неуверенности. Это неумение адекватно выражать отрицательные эмоции и контролировать себя. Это высокая тревожность, ощущение отверженности. Чаще всего это заниженная самооценка. И, конечно же, стремление привлечь внимание взрослых. Агрессивность как свойство личности отличается от ситуативной агрессии, которая возникает при опасности и проходящей, когда человеку ничего не угрожает. Ситуативная агрессия совершенно нормальна и даже необходима, и ее не стоит корректировать. В подобных случаях важно, чтобы человек умел выражать свои негативные эмоции адекватно. Но бывает, что агрессивность становится свойством личности. И как узнать, когда ситуативная агрессивность перерастает в патологическую особенность личности? Для этого есть примерные критерии агрессивности. Вот разберем критерии у младших школьников. Они часто теряют контроль над собой, часто спорят и ссорятся с окружающими, отказываются выполнять просьбы у взрослых, намеренно вызывают у других чувство раздражения, обвиняют в других своих ошибках, часто испытывают чувство злости, гнева, зависти, долго помнят обиду, стремясь отомстить, мнительны и раздражительны. Что же делать, если ваш ребенок агрессивен и часто играет в агрессивные игры? Первым делом, конечно же, надо исключить агрессию из окружающего мира ребенка. Это наказание, грубые фразы в разговоре, какие-то передачи, компьютерные игры. Постарайтесь повышать самооценку ребенка, почаще его хвалить. Старайтесь чаще общаться на равных, чтобы вовремя заметить тревожные звоночки и понять, чем они вызваны. Не наказывайте ребенка за агрессивное поведение. Агрессия с вашей стороны провоцирует закрепление агрессивного поведения у ребенка. Попытайтесь отвлечь его, и только тогда ребенок успокоится. После этого вы можете начинать с ним разговор. Старайтесь, чтобы ваши слова не расходились с делами. То у нас как бывает. Надо беречь природу, говорит мама, а позже обламывает ветки у дерева, чтобы не мешало на дороге. Или драться нехорошо, говорит наш папа, но после ссоры с ребенка, с товарищем учит, надо было дать сдачи. Помогите ребенку, если у него возникают проблемы в общении со сверстниками. Это и ролевые игры. Можно отвезти на консультацию к психологу, развивать коммуникативные навыки и опять же, как можно больше разговаривать со своим ребенком. Помните, что за агрессию бесполезно наказывать. Запрещать ее тоже ни к чему. Это загонит проблему вглубь. Необходимо искать причину ее возникновения. Ну и сейчас у нас все чаще и чаще появляются гиперактивные дети. Нет простого решения, как обращаться с гиперактивным ребенком дома. В конечном счете, эффективность любого взаимодействия зависит от знаний и упорства родителей. Самое главное – это систематизация, воспитание и поощрение. Определите правила со своим ребенком. Запишите их на видном месте. Ребенок будет немного приободрен, если будет знать, чего от него ожидают. Всегда повторяйте свои указания или записывайте их, проговаривайте их, так как детям с гиперактивностью нужно слышать одно и то же более одного раза. Поддерживайте постоянный визуальный контакт. Так вы можете одним взглядом вернуть ребенка с гиперактивностью к реальности. Делайте это чаще. Взгляд может пробудить ребенка от грез или успокоить. Позаботьтесь заранее спланировать режим дня, насколько это возможно. Повесьте список на холодильник, на дверь в комнату ребенка, на зеркало в ванной. Часто обращайтесь к этому списку. Любые изменения в списке требуют предварительной подготовки. Таким детям очень трудно принять резкие или неожиданные перемены. Это их пугает. Помогите детям составить их собственный распорядок дня после школы, чтобы избежать одного из признаков гиперактивности – это откладывание дел на потом. Позаботьтесь о постоянной обратной связи, так как она помогает сохранить их на правильном пути, позволяет детям знать, чего от них ожидают и достигли ли они поставленных целей, а также очень сильно поощряет и поддерживает. Отмечайте любые положительные поступки, даже самые малые, и говорите ребенку, что вы думаете. Длинные задания всегда разбивайте на более короткие. Это один из важнейших методов обучения воспитания детей с гиперактивностью. Длинные задания зачастую перегружают ребенка, и он отступает перед ними с чувством того, что я никак не могу этого сделать. А когда задания вы разобьете на составные части, которые можно выполнять по отдельности, каждая часть кажется достаточно маленькой, чтобы справиться с ней и выполнить ее. И это позволяет ребенку отложить в сторону ощущение перезагрузки и неспособности выполнить задания. Не забывайте расслабляться и дурачиться со своим ребенком. Позволяйте себе шутить, быть оригинальным, экстравагантным, вносите новизну. Ведь детям с гиперактивностью очень нравится новизна. Они реагируют на нее с энтузиазмом. Это помогает сохранить внимание как детское, так и ваше. Эти дети полны энергии, они любят играть, а больше всего они ненавидят скуку. Следите за успехами своего ребенка и подчеркивайте их, насколько это возможно. Так как дети с гиперактивностью переживают столько неудач, что им важна любая позитивная реакция. Похвала никогда не будет излишней. Дети нуждаются в ней и выигрывают от нее. Им нравится, когда их поощряют. Они жаждут похвалы и растут от нее. Без нее они вянут и сохнут. Одним из наиболее разрушительных аспектов гиперактивности является не сам дефицит внимания, а вторичный ущерб, который наносится их самооценке. Поэтому поливайте этих детей от души поощрением и похвалой. Обязательно используйте трюки для улучшения памяти. У них нередко есть проблемы с так называемой активной памятью, которая представляет собой как бы свободное пространство на столе нашей памяти. Любые маленькие трюки, которые вы можете придумывать, это намеки, рифмы, коды и так далее, помогут всегда и намного лучше память развить. Ясно объясняйте, чего вы ждете от своего ребенка. Ничего не подразумевайте и ничего не предоставляйте случая. Хвалите, гладьте, одобряйте, поощряйте и лилейте. И не забывайте об этом никогда. Очень часто повторяйте. Все повторяйте, повторяйте и повторяйте. При этом не раздражайтесь, потому что гнев, ну, никак не улучшит ту же их память. Пользуйтесь разными игровыми средствами, которые помогают улучшать мотивацию. Всегда осторожно давайте точный и ясный совет, потому что многие дети с гиперактивностью кажутся равнодушными и эгоистичными, так как на самом деле они просто не научены взаимодействию. Это умение не всегда приходит само по себе ко всем детям, но его можно воспитать, если захотеть. Упрощайте указания, упрощайте выбор. Чем меньше слов, тем больше шансов, что ребенок поймет. Используйте колоритную речь, так же, как и цветное кодирование. Колоритная речь помогает сохранить внимание ребенка. Уверен, уважаемые родители, что наше с вами сотрудничество поможет вам применять полученные знания в работе со своими детьми дома и вы сможете принимать своего ребенка таким, как его им есть во всех своих проявлениях. До новых встреч! Всего вам доброго!